Добрый день! Мы начинаем пресс-конференцию по первому конкурсному фильму «Мария и неудачники». Это французский фильм, который мы отобрали в конкурсную программу. И хочу приветствовать его создателей, режиссер Себастьян Беде. Давайте его поприветствуем. Аплодисменты, актеры правящих картинок – Дамьен Шарпелли. Я очень рад, что фильм Марии и неудачники в нашей программе «Московский фестиваль». Мы знали Себастьяна раньше, только по предыдущим фильмам. Этот фильм немножко другой, но тоже интересный и очень, мне кажется, характерный для сегодняшнего французского кино в хорошем смысле этого слова. В этом фильме много любви, много приключений, расширений о творчестве и также красивых пейзажей не только Парижа, но и Британии. Есть какая-то загадка в этом фильме, может быть, мы вместе ее разгадаем. Вы хотите что-то сказать вначале, журналистам? Нет, я не могу сказать ничего, но я очень рад, что я очень рад, чтобы быть здесь. Я очень рад, что этот фильм показывает. Хочу отметить, что это премьера южнодородная, то есть впервые за границей этот фильм показан. Нам очень важна ваша реакция и то, какой у вас тренинг этот фильм. Пожалуйста, задавайте вопросы, у нас немного времени. Прошу вас. Стрельников Федерации киноклуба, скажите, пожалуйста. Микрофон, возьмите, пожалуйста. Вопросы так? Ну, может, я погромче буду говорить? Вопрос такой. В вашем фильме очень большая роль, это выполняет электромузыка. И мне показалось, что подали какие-то мантры значения. Вот скажите, пожалуйста, действительно ли это задумано как один из основных инструментов, какой-то мантры раздействия религиозных на зрителей, чтобы создать соответствующее настроение фильма, проникнуть в душу и так далее? И вторая составляющая вопроса, как вы считаете, займем ли электромузыка примерно такое же место, и соразмерное, и с классикой в разных конкурсах, то есть действительно ли это тренд музыки, который действительно очень серьезен, и будут созданы шедевры, и оно имеет очень большое будущее? И я не могу сказать, что я не могу сказать, что вы удобно. Спасибо. Когда создавал этот фильм, прежде всего на его создание повлияли те герои и персонажи, которые должны были быть в нем потом. То есть они влияли на меня и находятся события развития в этом фильме. Также могу сказать, что музыка, абсолютно, что вы заметили, что музыка, она тоже для меня как целый персонаж, то есть она тоже отдельный персонаж в этом фильме. Она не просто сопровождение фильма, она вот отдельные герои. В этом фильме была очень важна для меня. В этом фильме была очень важна для того, чтобы создать музыку. В этом фильме была очень важна для того, чтобы создать музыку и персонажи. В этом фильме была очень важна для того, чтобы создать музыку. В этом фильме была очень важна для того, чтобы создать музыку. Собственно, как много людей из моего рода, в современном мире, У в этом фильме, о том, что мы способны crear музыку. с очень несколькими способами и с несколькими знаниями. И я хотел бы, как мы говорили, о том, что это, которые выбрали это, для развития, и в частности, на музыке. Второй персонаж, который очень важен в фильме, это персонажа Космо, Это такой же человек, который был искренним. И это я наше вопрос. По отношению к этому персонажа, мы можем сказать, что он может быть, по отношению к этому персонажа, да, есть, что есть religие, в том, что в музыке, но в общем, в общем, для меня, в честь, может быть, и в эпохе, в которой мы живем, мы можем сделать жизнь более эффективной. Я хочу сказать, что музыка в фильме, она не только, как я сказала, героем является, также она сопровождает наших героев, наших исполнителей, в течение всего фильма, она как бы является одним из основных смыслов жизни для героя, например, Таньена, он композитор, он сочиняет музыку, и нужно сказать, что музыку он сочиняет, как многие из наших, наших поколений, с теми средствами, которые у нас есть, то есть не обязательно затрачено это большое количество денег, и тем не менее, она является основой их жизни, для людей. Также есть второй персонаж в фильме, это «Космос», для которого музыкант, такой странноватый музыкант, немножечко необычный, но для него музыка тоже, это основное в его жизни, и он, я могу сказать, что, наверное, для меня со мной согласится, что эта музыка, она становится как бы чем-то религиозным, в своем виде, в своем жанре религии, верой во что-то, во что верят герои, и она их все вместе с ним сопровождает. И в том плане, что вы тоже должны были правы, когда вы сказали, что в музыке, в этом плане, есть что-то религиозное, да, настрой такой религиозный, она придает и фильму, и... И еще, пока нет, я думаю, второй вопрос, что касается будущего. Да. 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 Спасибо. Следующий вопрос. В Советском Союзе человек мог считать себя неудачником, но это не было социальным диагнозом. А в 90-х и 2000-х понятие лузер стало одним из самых популярных негативных идентификаторов в нашей стране. Вот насколько эта тема актуальна для современных французов и когда она стала актуальна? Спасибо. Да. Да. Я хочу сказать, что это зависит от компании. Я не знаю, если это сравнивается с вашей страны, но у него есть франция, который говорит « лоузер, лоузер magnifique». И это понимание, что я очень люблю, и когда я говорю, что это зависит от моего точки зрения, я думаю, что в эпохе, в котором мы живем, из-за ситуации экономики, сегодня, я думаю, что лоузер, я думаю, что лоузер, действительно, я считаю, в том числе, в том смысле, как человек, который не имеет пример для общества. Но, в том числе, в том числе, я считаю, что мисленный персонаж, лоузер, которые я не могут лоузер, хотя это вертолетно, вне института, которые я считаю, что вы ranchер what you see, Я думаю, что очень важно. Это очень важно увидеть, что мы можем бы сделать свою жизнь в том, 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 что я уже говорил, все зависит от того, как каждый человек относится к этому понятию. В принципе, «глузер», учитывая сейчас экономическая ситуация во Франции, мне кажется, что несправедливо его оценивают как человека, который в ней система, который теряет многое в жизни. Но существовало такое даже понятие во Франции в свое время, что «потрясающий лузер». То есть человек, который, на самом деле, вот это понятие «потрясающий лузер», он нанесет негативные краски. В современном мире, как бы, лузер для меня, как я считаю, это даже не тот, кто проигрывает больше, а тот, кто противостоит. Это в своем руке такие бунтовщики, бунтари, те, кто не согласен с жизнью, с современностью, с экономикой, с проблемами, с правительством, те, кто может им противостоять. И, в принципе, лузер – это не обязательно тот человек, который проигрывает постоянно, а это человек, который пытается жить своей жизнью, в своем творчестве, и тем самым противостоит тому, что творится вокруг, то есть с правительством, кризисом, экономической ситуацией. Спасибо. Я хочу задать даже вопрос Даниэду Шателю, актеру, молодой актер, и хочу, чтобы Вы сказали, что для Вас означало участие именно в этом фильме, работа с Себастьеном, что означает этот образ вашей актерской биографии, какое место занимает? Что это означает, я не знаю, что Вы уже построили с моими персонажами, но это правда, что Себастьен это интересно, когда мы показали фильме, что, даже если персонажи были уже кричными, что наш персонажи строились во время фильмов, как и проявляет фильмы. что он с преимуществует, что мы будем работать в конце концов. И в реакции, когда мы сделали это, когда мы сделали его в этом месте, Себастьян мне кажется, что мы построили этот персонаж. Даже если у них были очень яркие вещи, которые были очень цеплены, для каждого персонажа. В том числе, что происходит в группе, персонажи не успеют строить себя в другом. Когда мы видим, мы видим наш персонаж. Но персонажа не существует только в другом. И это, мы не можем сделать это в реале. Вот, это был рост. Себастьян делает это, я думаю, в других фильмах, даже если это не украл, не украл, Это всегда что-то происходит, это ощущение, что происходит с ситуацией. Это было очень приятно, чтобы увидеть, как он может сделать это, и по-прежнему, и по-прежнему, потому что Себастьян, кто-то пишет огромное, он не успею. Но в самом деле он не успею, но и в этом случае, а с успех и с магией, и в то же время, чтобы он был в другом. Поэтому, это было бы так, что я люблю это за счет. Я люблю быть с актерами, особенно, когда они отвечают, как они говорят очень быстро. Я не говорю, что они отвечают на вопрос, но, это меняются, что они отвечают на silence, которые помогают. Себастьян был очень красивый партнер, Эрик Кантона, который, в самом деле, был супер актер, потому что он делает только слушать и действовать. И когда Себастьян приходит в трансформирование его в игру, в каком-то игре с реакцией, это всегда приводит к супер. В любом случае, мне было интересно работать вместе с Себастьяным, над этой картиной, потому что, конечно, у меня был сценарий, были какие-то четкие уже даны нам указания, какие-то черты характера, черты внешности, которые мы должны были придерживаться. Но я должна сказать, что мы создавали наши образы, и они сформировались более глубоко и более обширно в процессе работы над картиной. То есть я не могу сказать сейчас правду, я знаю, каким я буду. В любом случае, мой персонаж развивался по мере развития событий, в мере съемок, это не касается не только меня, это касается всех артистов, которые работали над этим фильмом. И мы вместе даже когда сидели, читали сценарии, отрабатывали сцены, в любом случае, мы чувствовали, что между нами что-то зарождается новое, и Себастьян к этому всегда открыт. Он слушает, с нами вместе как бы развивается тоже его сценарий, мы фильм, и это живой фильм. В принципе, для меня это было большое удовольствие работать, потому что постоянно в течение всей работы над фирмой ты ощущаешь такой эмоции, неожиданность, постоянно ждешь, неожиданность, такое своеобразная сасканность происходит постоянно, то есть не только нейтрально, когда вы уже видите, но и в течение всей работы над фирмой. Себастьян еще также очень приятно работать, потому что, естественно, он прислушивается к артистам, ко всем, он видит, что можно развлечь и заработать с ними над дальнейшим образом над дальнейшей картиной, над образом фильма и над образом нашему герою в отдельности. Спасибо. Последний вопрос. Спасибо. Я не могу, вот так, как слушать. В частности, в конце концов, стоп-то, у него есть Хаилл. Заставят, который, читает, и сидит целый, чтобы понять, остается всего вокруг него. Да, что слушать, это очень интересно. Потому что, в этом году они presidentу обновляют воду и решит обновлять, что считает, как он главный децидент. И по сути, это, что появится кроме тьера. Это что, в самом деле, в мире, в котором мы живем, где мы замечаем, что лоозер, это человек, который хочет слышать, и также, что нет в «экуте». Это тоже так, и для того, как мы видим фильмы, которые мы видим, что в тот момент, мы видим отзывы, которые были лоозерами, кто-то, кто-то говорит, что я перестал и слушал. И это для этого лоозер, потому что это тот, который слушает звук вокруг ритма. Поэтому это одна альтернатива, и эти лекарства могут делать то же самое. Что вообще происходит, что ему самому нужно. Вместо того, чтобы оказаться в закрытом пространстве со всем миром, который движется вперед, он смотрит со стороны, слушает. В этом же смысле наша работа, тоже мы могли остановиться, посмотреть на себя со стороны, и себя сейчас предоставляла эта возможность. То есть, можно сказать, что мы такие профессиональные лузеры, но на самом деле это позитивное понятие в том плане, что я слушаю, я понимаю, я хочу понимать тех, кто со мной работает, кто со мной говорит, посмотреть на себя со стороны, посмотреть на окружающий мир со стороны, и послушать все шумы и звуки окружающих. Спасибо. У нас, к сожалению, время пресс-конференции уже истекает, не делают знаки. Поэтому я хочу сказать, что вы можете задать вопросы еще подойти, просто подойти к переводчику и к нашим гостям и спросить что-то, если вам нужно получить ответ. А сейчас хочу поблагодарить наших гостей за то, что они приехали, привезли свой очень интересный фильм. И несмотря на то, что лузеры или неудачники – это всегда очень хороший материал, прекрасный материал для кино, все-таки им я пожелаю, чтобы таким сопутствовало удачи во всем, во всем планах и делам. Дорогие гости, следующая костер-конференция составлена на местном языке. Просьба наушники синхронного перевода взять фольги.